Работа с невозрожденными душами есть вселенская ложь и антихристианство, страшные обманы и языческое заблуждение. Начиная от самого низшего до патриарха, этим поражена вся церковь. У сектантов, у всех до единого, у всех протестантов дело обстоит иначе, но нисколько не лучше. У них исключительно хорошо поставлена работа на первой ступени, проповедь, распространение миллионов Евангелий, Библии, это Божье дело. И благодать касается сердец слушающих. Люди обращаются от греха, призывают в молитвах Святую Троицу, они признают, что Иисус умер за них, пролил за каждого из них свою причистую кровь. Они любят Христа и Библию и жертвуют на это подчас своей жизни. У них при забиле присутствует благодать призывающая. 1 Коринфянам 12.3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносет анафему на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. И Лука 9.50 Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Благодать обращающая касается сердец людей, и они каются в грехах, дают обещание служить доброй совестью. Но дальше они не идут. У них нет законно рукоположенного священства, хиротонии, идущего неразрывно от святых апостолов. И поэтому все их пастыри недействительны. Они прекрасные проповедники, но не священники. Они не могут преподать таинство и истинного благословения. Послание Титу 1.5 Для того я оставил тебя в крытии, чтобы ты довершил мне окончено и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. И 1 Тимофея 4.14 Не неради пребывающим в тебе дарований, которое тебе дано по пророчеству с возложением рук священства. Идеально 14.23 Рукоположив же им пресвятеров, в каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Евреям 7.7 Без всякого же прикословия, меньший благословляется большим. О, если бы в православии появились эти первые две ступени благодати. О, если бы у сектантов появилась третья ступень благодати. Ну вот, всего этого как раз сейчас и не хватает для того, чтобы в Екатеринбурге все закончилось не просто миром, а величайшей победой Христа. И храм бы где-то построили, где надо, и сразу бы там паства была. Помните, как у нас приезжали эти адвентисты седьмого дня? Собрали полный стадион, арену эту нашу, полную собрали. Да не один раз, а 14 раз. 400 человек народу пришло к ним, покрестились. И они их в бассейне тут же рядом покрестили, в обе бассейне. И еще создали две общины, по 200 человек. И уже пресс-фейтеры были готовы у них. По два человека на каждую общину. Служащие всякие и так далее, это все было готово. Вот как занимается. Об этом тут Игнать Игнатьевич говорит. Что призыв, обращение у людей есть. А дальше самого священия нет. То, что Господь осветит теперь и скажет, вы моя паства, вы члены моего тела. Этого-то он не сказал им, этого нет. И в православии абсолютно противоположное. Человек приходит, ему сразу, священники сообщили. Мы тебя помочили, все, ты теперь член церкви. Нет, святой они не говорят. Они говорят, ты теперь член церкви, все, готово. Теперь храм, только храм и храм. А где покаяние было? А где не через иконы или красивое пение великолепное? А Библия-то где? Вера через Библию, где через Слово Божие? Потому что уверуешь только через Слово Божие. По-другому никак не дано уверовать. Нету другого пути. Ни красивые глаза у студента, умные такие, как тут у нас один священник уверовал. Не, как у нас многие пришли, через бабушек, иконы там, и прекрасная там атмосфера. Не через какую-то энергию невероятную, когда приходят и говорят. Мы стояли поцеловать череп Филиппа Апостола. И в этот момент я почувствовал вот такое, вот такое, вот такое, вот почувствовал, вот такое. Что это такое? Где, кто-то что почувствовал. Вот тут надавит вот так вот. Такая благодать. Вот так вот, и все опять ничего. А вегетариц? Ну как можно что-то этим объяснить, но, ну как бы, мы сидели, это то же самое, сидели бы кто-то, дегустаторы, и давали бы им эти блюда, и они бы раз, ну как вам, вот так вот. Нет, они объясняют, вы знаете, такой вкус, букет. Всему дадут объяснение, как только целовать черепа, кости какие-то, пояса, кресты там и так далее. Как храм все, вот, благодать, благодать. Все, больше никак, как будто натужились, и все вылетело, ничего не осталось. А когда человек уверовал во Христа, как Инат Тихноч, он уже рассказывает 50 лет больше. И он рассказывает, рассказывает, с него идет, и идет этот поток информации, невероятно идет поток. Или вот Сергея взять тоже. Ну, то же самое. Ну, знание не столько, сколько Инат Тихноча. Ну, постоянно что-то хочет делать, вот и во Христе говорит, говорит. Все время на благовестие всем, всех призывает. И так почти все, кто не уверовал через иконы. Вот у нас кто уходили, почитайте, как они обратились. Практически никого через Слово Божие. А вот, я там пришла, да вот так мне хорошо, аж мурашки там по затылку, по позвоночнику, все, больше ничего нет. Для нас это смешно и хорошо, что вы понимаете. Но, вы смотрите, чтобы вы как Лена наша не пришли, потом и не сказали. А кто такой Христос? Я тогда что-то думал, а теперь я не понимаю, что нету никого, все. Это все бывает, я уходит как лев рыкающий. Вы не думайте. И вы потом придете и будете говорить, как отец Нафанаил. Кто, через кого я уверовал? Да как через кого? Это я, это. Да что-то там как-то уверовал, и все, там, когда-то. А ты не здесь, что ли, веру приобрел искреннюю, истинную? Да нет, конечно, что бы я здесь приобрел? Так ты же верил в войну. Ты пропагандировал войну. Тебе Христос говорит, не убей, а ты был у казаков главным священником благословляющим. Ну, и сюда ты только пришел в общину, услышал проповеди и сказал, да, я не прав был, все. А потом пришло там 3-4 года, забылось, все как-то растворилось, все, я сам как-то, сам, ну, сам, сам и где дальше, отовсюду ушел. Вот так и все люди, кто уходит от Христа, это не факт, что они приходили к Нему. Ну вот нашу Лену возьми, она ведь пришла ко Христу, она уверовала не от мурашек по затылку. Сестра, я бы тоже с этим бы согласился, да, но так, Господь говорит, мы бы не узнали, если бы они были с нами, но они вышли от нас, и потому мы узнали, что они не наши, понимаешь? Вот когда ты здесь, я могу тебя назвать сестрой, братом могу назвать, святой, святой, святая, могу тебя назвать спокойно. Но как только человек ушел от нас, все, ты должен теперь рассмотреть путь его, а этот путь не всегда там через Слово Божие, вот в чем дело. И человек поэтому до конца не пошел. Если через Слово Божие, это знаешь как, это трагедия, как было вот у этих монахов, когда там, ну, священники там, монахи они были, и один, когда пришло время им предстать перед судьями такими языческими, и один другого, ну, этот верующий, а я вот не, да, я во Христа не верю. Это трагедия целая была.